Музыка 47 оригинальных пьес написаны Островским. Из них 30 посвящено родному городу Москве. Музыка В этом доме, в Голиковом переулке, Александр Николаевич Островский родился 31 марта 1823 года. Музыка Мать Островского умерла, когда ему было 8 лет. И воспитывал его отец, Николай Федорович, человек твердый и добропорядочный, своим трудом выбившийся из среды семинаристов в адвокаты за москворецкие стряпчи. Музыка В его доме вечно толпились клиенты, большей частью купцы, жаждавшие помощи в крючкотворных делах. Музыка Представление в балаганах, пояться на балконах. Не здесь ли зародилась его любовь к сцене? Музыка Однако увлечение куда серьезнее ожидало его на театральной площади. После гимназии отец отдал Островского на юридический факультет, мечтая, чтобы сын пошел по его стопам. Не тут-то было. Мы все ходили в университет, а учились в малом театре, говорили студенты той поры. Музыка Островского тянуло в театр магнитом. Но суровая воля отца определила недоучившегося студента песцом в суд у Воскресенских ворот. Шекспир, впрочем, тоже служил у нотариуса. И шесть лет, проведенных Островским сначала в совесном, а потом в коммерческом суде, не пропали зря. Музыка Он стал пробовать перенести на бумагу, в сценические диалоги, язык и нравы богатых купцов и угодливых приказчиков. Капризных купеческих дочек, из-за москворецких свах, их вожделения, страсти, обманы и торговые плутни, нередко кончавшиеся долговой тюрьмой, ямой. Первая законченная комедия Островского «Банкрот» или «Свои люди сочтёмся», рассказывающая о фальшивом банкротстве, была запрещена цензурой. Но драматург продолжал писать. В 14 января 1853 года, вспоминал Островский, я испытал первые авторские тревоги и первый успех. Шла моя комедия «Не в свои сани не садись». Она первая из моих пьес удостоилась попасть на театральные подмостки. Драматическая труппа играла в тот вечер в Большом театре. Никульну Косицкую, любимую актрису Островского, провожали овации. Вокруг драматурга объединилось молодое поколение актёров. Его друг Провсадовский переиграл почти все роли в его пьесах. Островский не только читал актёрам каждую новую пьесу. Он разбирал с ними роли, заменял режиссёра в нынешнем смысле этого слова. Он пробовал свои силы и как актёр в любительских спектаклях. Бесподобно играл роль приказчика Подхалюзина. Вот он второй справа на этом снимке. В быту Островский оставался скромным домоседом. 36 лет прожил он в этом доме на берегу Яузы. И лишь зимой наведывался в Петербург на премьеру очередной своей пьесы в Александринский театр. Но был у Островского и другой край вдохновения. Вторая после Москвы страна в его поэтической географии. Волга. Москва и Волга. Это как две эмблемы его драматургии. Такой русской по типам, душевному складу и языку. Действия многих пьес Островского совершаются в уездном городе Калинове и губернском Брехимове. Городов таких на карте нет. Но Калинов в драме «Гроза» напоминает Кинишму. Брехимов, беспреданницы, Кострому. Род Островского происходил из Костромы. Сюда Островский не однажды приезжал. Останавливался в доме дядюшки на Горной улице. И в гостинице «Старый двор». Центр города и поныне сохраняет такой вид, как будто по его улицам только что прогуливались герои Островского. Самые красивые здания в городе – Гаупдвахта и Каланча. Город часто горел. Легко вообразить в торговых рядах пеструю толпу обывателей, купцов, приказчиков, мещан. И не случайно Кострома послужила натурой для многих фильмов по сюжетам Островского. В последние 20 лет его жизнь почти лишена внешних событий и перемен. У него было шесть человек детей, которых он без памяти любил. Жена – Мария Васильевна, молодая актриса, рано оставившая сцену. Заботы сельского хозяина, семейные радости и огорчения, гости, прогулки. Но какая интенсивность внутренней жизни, кипение замыслов, какая неустанная работа. По осени обычно была готова комедия к новому сезону, а в удачливые годы и по две. Не надо представлять себе Островского наивным самородком, черпавшим свою мудрость лишь из сокровищниц устной речи. У него была первоклассная библиотека, он читал на пяти европейских языках. Вырабатывая свою драматическую технику, переводил Гольдони и Гоцци, Теренция и Сервантеса. Увлекался переводами Шекспира, укрощения Стараптивы, Антоний и Клеопатра. Но даже на отдыхе, в неторопливых прогулках вдоль речки Куикши или за рыбалкой мысли о новой пьесе не оставляли Островского. Само тихое созерцание природы питало творческую думу Островского. Поэтическая сказка Снегурчика. Могла ли она родиться без этих лесов, полян, туманов над водой? До сих пор вам покажут в окрестностях Щелыкова Ерелину-долину, где в старину справляли проводы Масленицы. И ключик, забивший в том месте, где растаяла Снегурочка. Деревенских жителей в Щелыковской округе и поныне шутливо называют Бериндеями. Автор Снегурочки наделил этот сказочный народ любовью к природе и искусству. Островский с сожалением оставлял деревню, когда с осенними дождями приходилось возвращаться в Москву. Драматурга все более беспокоила бедственное положение русской сцены. Мельчало репертуар, падало искусство актеров. «Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего театра, как рыба без воды», — говорил он. Одновременно с пьесами Островский писал докладные записки царю и высшим чиновникам. Другие искусства имеют школы, академии, высокое покровительство, меценатов. У русского драматического искусства один только я. Я все — и академия, и меценат, и защита. Он предлагал коренную реформу всего театрального дела, касавшуюся и репертуара, и управления, и подготовки актеров. Наконец Островский получил известие, что он назначен главою московской императорской сцены. «Дали белке воз орехов, да только тогда, когда у нее зубов не стало», — горько шутил драматург. Он был смертельно утомлен. Готовясь к новым большим трудам, Островский приехал отдохнуть в любимое Щелыково. Второго июня 1886 года в 11 часов утра он упал замертво в своем кабинете. Остановилось сердце. Его похоронили здесь, на деревенском погосте Никола Бережки. Писатель Гончаров сказал однажды Островскому вещи и слова. «Вы один достроили здание, в основании которого положили краеугольные камни Фанвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать, у нас есть свой русский национальный театр. Он по справедливости должен называться Театр Островского». Субтитры создавал DimaTorzok